Один из лидеров партии «Гражданский конгресс» Юрий Мунтян считает, что министр юстиции Сергей Литвиненко должен уйти в отставку. По его мнению, публикация предполагаемой переписки чиновника, где якобы обсуждаются важные вопросы, связанные с юстицией, скомпрометировала ход реформы в этой сфере. Об этом Юрий Мунтян заявил в эфире передачи «В центре внимания». Отметим, сам Литвиненко назвал переписку, которую он якобы вел с рядом лиц и выложенную в интернете, фейком. Юрий Мунтян считает, что опубликованная информация подрывает доверие не только к министру юстиции, но и ко всему правительству. В Европе, в Евросоюзе, в отношении которого мы являемся кандидатами в члены, в таких случаях подают в отставку всех. Это позорище, это ужас, это огромнейшая дискредитация просто всего, что они подразумевали под реформой юстиции, что они подразумевали под борьбой с коррупцией. В среду Сергей Литвиненко написал на своей странице в Фейсбуке, что так называемая переписка, появившаяся в сети банальный фейк, его появление было ожидаемым, заявил чиновник на заседании правительства, предположив, что за этим стоят люди, фигурирующие в уголовных делах. В ходе передачи Юрий Мунтян также отметил, что в стране сложилась трудная социально-экономическая ситуация, которой, по его мнению, следует приравнять к гуманитарной катастрофе. И согласно международной практике запросить помощь партнеров. Мы говорим об этом уже три месяца, потому что де-факто в республике Молдова, и это подтверждают все сколько-нибудь неангажированные эксперты, порядка 410 тысяч семей, а это более миллиона граждан, не будут в состоянии покрыть возросшие расходы на ЖКХ. Напомним, 12 октября правительство запустило сайт компенсации.gov.md. Там жители Молдовы могут зарегистрироваться для получения этой зимой компенсации за газ, тепло и, возможно, за электричество. На выплату компенсации в ноябре в бюджете заложено 870 миллионов леев. На весь холодный сезон предусмотрено 5 миллиардов леев. Это в два с лишним раза больше, чем в прошлом году.